Я сам по специализации боксер, занимался боксом, участник чемпионата мира, чемпионата Европы по взрослому. К сожалению, отобраться на Олимпиаду не сложилось, но все-таки решил в дальнейшем связать свою жизнь со спортом. Поступил в Московскую государственную академию физкультуры, учился также на тренера по боксу и перешел в общеобразовательную школу, гимназию номер 7 Метенцовская. Был учителем на протяжении полугода, с бывшим заведующим центром тестирования познакомился и у нас с ним наладился хороший контакт. У него карьера пошла вверх, он стал начальником отдела физкультуры и спорта в администрации городского округа. Мне предложил стать заведующим центром тестирования. Это было в 2018 году, вот так с 2018 года уже 6 лет почти возглавляю центр тестирования. В самом начале моей карьеры именно в ГТО, в должности заведующего центра тестирования, было, конечно, сложно именно в плане, когда ты никого не знаешь, тебя не знают. Там приходишь в какое-то спортивное учреждение, начинаешь предлагать нам, давайте проведем мероприятие и тому подобное. Уже в процессе работы, естественно, познакомился с нашими товарищами, которые старшие товарищи и депутатский корпус, и, соответственно, директора школ спортивных, и директора, и учителя общеобразовательных школ, ну и, соответственно, с большинством держим контакт, проводим мероприятия. Сейчас практически никаких трудностей для того, чтобы что-то провести, организовать практически нет. Ногу до линии. Готовы? На старт. Внимание. Все результаты фестиваля требовалось обработать. Судейская бригада передавала уже результаты, а другие суди забивали это в определенную программу, которая подсчитывала очки. Я не спал всю ночь, потому что я считал, сидел, считал по предварительным результатам, результаты других команд, ну, соответственно, сравнивал с результатами своей команды. Тогда, когда я начинал, да, допустим, в 2018-2019 году, мы практически из года в год бываем в одних и тех же учебных заведениях, соответственно, в школах. И мы прям, я вижу, как на глазах ребята растут, потому что они по несколько раз приходят, выполняют нормативы. Готов к труду и обороне должен быть все время любой человек, потому что мы же не знаем, что нас ждет дальше.